Горящие пригороды, абсолютно бандитские формирования, которые не боятся ни закона, ни полиции, ни даже армейских подразделений. Ситуация во Франции совсем от здравоохранения до образования практически критическая. По отношению к фермерам, просто целые даже подразделения французской полиции однозначно дали понять, что они не будут сталкиваться с этими людьми. Французская армия лицом к лицу с Россией – это армия мажореток, барышень. Что бы ни делал и ни говорил в течение вот уже, ну, наверное, я бы это сказала последних четырех недель Эммануэль Макрон, ему уже никто не верит. С Россией по правилам играть не будет никто. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. В последнее время очень много новостей идет из Франции и новостей разного толка, но больше всего обсуждают, естественно, желание президента Франции отправить войска. То ли НАТО, об этом изначально шла речь, сейчас уже больше идет речь о войсках непосредственно Французской республики на территорию Украины. И тут масса вопросов в связи с этим. Ну, во-первых, откуда вдруг взялось такое неуемное желание поиграть мускулами именно у французов? Ну, вот вы сейчас очень хорошо сказали неуемное желание поиграть мускулами, потому что практически по всем каналам и не говоря уже об интернете проходит серия нескольких фотографий Эммануэля Макрона, где он снялся боксирующим. Интернет просто взорвали, просто приступы неуемного смеха. И даже на очень серьезном... Пишут, что бицепс там на фотошопе. Да. Но самое главное, фотографии очень профессиональные, очень профессионально сделаны и отфотошоплены просто по первому классу. Но самое главное не в этом. Самое главное – это вот реакция. Практически на всех ток-шоу уже обсудили этот вопрос, на всех политических ток-шоу, я имею в виду серьезных, аналитических ток-шоу во французских телеканалах. И реакция была совершенно однозначная, практически чуть более сдержанное положение обязывает, как вы понимаете, когда вы на государственном телевидении или на частном. Но тем не менее, когда у вас антенна охватывает колоссальное количество людей, тем не менее, реакции были абсолютно единодушны. Кому была предназначена, из кого это списано и с кем он, в общем-то, сам с собой соревнуется. Разумеется, первой фотографией была фотография Владимира Путина, где он держит пойманную им рыбу, и которую в свое время, сейчас уже многие об этом забыли, но вот сегодня выдался случай напомнить, президент Макрон очень сильно критиковал, считая, что вот такой публичный показ мускулов и бицепсов означает исключительно тоталитарный режим, тоталитарное государство и зажим свободы слова. А сегодня, как видите, он лично сам решил доказать после того ошеломляющего провала, который вызвало его совершенно необдуманное и дичайшее заявление об отправке войск на Украину. В течение двух недель, как вы знаете, он только тем и занимался, одной рукой разгребая совершенно накаленную вообще огнеопасную ситуацию в стране со всех сторон и со всех кардинальных точек. А другой рукой он пытался выговорить себе какую-нибудь лазейку, чтобы выйти из того тупика, в который сам себя загнал. Вообще у них, не у них, а у него с Владимиром Путиным, так сказать, личное противостояние. И все то, что сейчас делает и говорит президент Франции Эммануэль Макрон, практически предназначено только одному человеку. Учитывая абсолютно катастрофический, небывало-катастрофический итог его второго мандата, абсолютную неуверенность в том, что он сможет его закончить, если принять вообще во внимание все сложившиеся обстоятельства, не только фермерские протесты, которые до сих пор не закончились, а просто отошли на исходные позиции и тлеют в ожидании хорошего момента для новой атаки. Полный разгром в плане разгула бандитизма, наркодилерства. И уже речь идет о том, чтобы они приняли Франции систему Сальвадора, если вы знаете, как в Сальвадоре третируют наркодилеров, то, в общем-то, конечно, для французской мягкой демократии это небывалая премьера. Ну и все остальное. Поэтому вот это заявление, которое было мгновенно, в общем-то, воспринято как и должное всеми его союзниками, и евросоюзниками, и американо-союзниками, которые разбежались все как один в разные стороны, несмотря на... Ну, спросили все, да, в общем-то. В слух, во всяком случае, все взяли дистанцию от этого всего. Вы знаете, как говорил когда-то Жак Ширак, когда неприятности начинаются, они идут эскадрильей. Вот на господина Макрона сейчас эскадрильей просто. Идут сплошные промахи, опреухи и очень неприятные моменты. И он уже настолько сам себя загнал в угол, что выйти из этого положения он никак не может. Не потеряв лицо, это уже невозможно, потому что потерял он практически не только все вплоть до рейтингов, но до последней политической репутации. Дело в том, что изначально, согласно всем законам международного права, господин Макрон не мог при всем своем желании ввести войска куда бы то ни было. Поскольку, во-первых, с Украиной Францию не связывает абсолютно никакие альянсы в официальном. А во-вторых, Франция, как вы знаете, снова со времен Николя Саркози с 2007 года является членом НАТО. Шарль Деголь ее оттуда вывел в 1966-м, а Саркози ее снова ввел. Поэтому сама по себе Франция ничего решить о вводе или выводе войск или кого бы то ни было, какого бы то ни было контингента, не может. Это вот просто чисто с юридической точки зрения это было сразу оговорено. Поэтому его вот это бездумное заявление, продиктованное исключительно личным эго и его личным противостоянием с Владимиром Путиным, с которым у него, как вы понимаете, сейчас идет большая игра в том плане, что с самого начала своего первого мандата господин Макрон очень хотел играть с большими лидерами и хлопать по плечам, даже встав на цыпочки Трампа и Путина одновременно. Как вы помните, из его посредничества ничего не получилось и, в общем-то, его в некотором роде им пренебрегли. А маленькие люди с колоссальным эго, как правило, таких вещей не прощают. Поэтому в данный момент накопившиеся вот эти совершенно неразрешимые противоречия, если я начну вам сейчас перечислять, и исламу Гашизна на французских факультетах, горящие пригороды, абсолютно бандитские формирования, которые не боятся ни закона, ни полиции, ни даже армейских подразделений. Ситуация во Франции совсем от здравоохранения до образования практически критическая, не говоря уже о 800 миллиардов госдолга, накопленного за последние 7 лет. Понимаете? То есть единственный выход из этой ситуации было бы военное положение, которое позволило бы все списать на Россию, как это уже в течение нескольких лет, а уж в последние месяцы совершенно истерично, в полной агонии делается, списывая абсолютно все от постельных клопов до даже фермерских протестов на так называемую кривлевскую пропаганду. Насколько это все работает, можно судить даже по прямым эфирам. В общем-то, это не работает практически больше совсем. А вот до какого уровня, до какого градуса дикости может дойти президент Макрон, даже отправив какой бы то ни был контингент, пусть и состоящий из совсем небольшого количества инструкторов или солдат, и на что это может сгодиться, разумные люди это воспринимают абсолютно однозначно. Армия, с которой у президента Макрона изначально не сложились отношения с самого первого магнадата, совершенно не факт, что реально поддержит какую бы ни было дикую инициативу такого рода. И все аналитики, политики, комментаторы и журналисты серьезные прекрасно понимают, что, конечно же, это не только капля в море, но это, в общем-то, достаточно гротескный жест, который обязывает и пока ангажирует только одного господина Макрона. А вот кто будет его останавливать, покажет время. Я так думаю, что те же самые люди, которые и сожжали его на трон. То есть люди из Вашингтона. Послушайте, ну, если вот взять за основу, что им движет какая-то личная обида, вот как вы говорите, и сложно с вами не согласиться, ну, простите, тогда это, ну, это не политика, это детский сад. Это и есть детский сад, к сожалению. Вот лучше прочих охарактеризовал этого президента такой тоже очень известный консервативный политический деятель Филипп Девилье. Он сказал, что это незаконченный ребенок. И это действительно так. Это мальчик, которого с детства воспитывали в абсолютной уверенности в том, что он должен быть лучшим и будет, и ему в этом помогут. И как, например, сегодня в одном из эфиров один из старейших французских журналистов очень точно выразился, тут просто даже нечего и добавить, что основная составляющая его ДНК – это нарциссизм. С самого начала его первого мандата Макроны называли наш маленький Юпитер, а теперь у нас получается такой маленький капрал, метящий в Наполеоне. Но вот это, в общем-то, самое страшное, поскольку для такого человека, психологический портрет которого делают уже журналисты в открытых эфирах, понятно, что прижатый к стене признать свое поражение он себе не может позволить. Поэтому чего он может наворотить, если его кто-нибудь не остановит, пока непонятно. А вот последует ли за ним, поскольку уже идет речь во многих дискуссиях идет речь о его реальной адекватности занимаемому посту психологической, даже, в общем-то, подспудно-психиатрической. Так что вот такая ситуация пока у нас во Франции. Вот вы упомянули, ну так, одно из сравнений, которое сейчас, о котором сейчас говорят, в том числе и во Франции, с маленьким капралом. Но мы все знаем, да, маленьким капралом называли Наполеона. Но Наполеон пользовался сумасшедшей популярностью в армии в первую очередь. А здесь, я так понимаю, речи об этом не идет? Абсолютно. Это первое. А во-вторых, у Наполеона был совсем другой, можно сказать, то, что называется сегодня бэкграунд, да, и другое образование, и другая практика. И это был очень талантливый человек в своем роде. Несмотря на какие-то личные качества в плане военного дела, да. А сейчас здесь с господином Макроном мы имеем дело с реально незаконченным ребенком. Весь, в общем-то, путь которого катапультированный, можно сказать, за шесть месяцев слепленный на коленке и катапультированный в большую власть. Показывает то, что сейчас стали очень серьезные журналисты очень глубоко копать в его прошлое. И, по всей видимости, как это считают так называемые комплатисты, это все неспроста. И тоже было спущено указание с тех же самых людей, которые сажали его на этот трон. И давали ему в советники американские консалтинговую фирму Макинси, куда ушли миллионы французских евро, налогоплачущие, которая контролировала не только здравоохранение и образование во Франции, но и практически всю политическую систему. Так вот, поднагодная господина Макрона начинает вылезать наружу совершенно неожиданно. Ну, не то, что неожиданным уже были слухи, подобные попытки это все, так сказать, вытрясти наружу. Но в данный момент, видимо, была дана отмашка, чтобы хоть как-нибудь остановить этого человека, остановить его придется тем же компроматом, на котором он до сих пор и держался. Это касается и его весьма необычного брака, как вы понимаете. Во Франции уже в течение нескольких лет выходили публикации с достаточно крамольными намеками на происхождение Бриджит Макрон. И достаточно серьезные журналисты пытались проводить реальные исследования на эту тему. Все это, так сказать, было в свое время прикрыто и завинчено, и даже процессы были анонсированы по этому поводу. Но почему-то защита так и не смогла предоставить убедительных доводов. А в данный момент в журналистских кулуарах вообще во Франции идут очень серьезные это уже даже не намеки, это в принципе уже просто факты о том, что в американской прессе и в американских сетях одна из консервативных, очень широко известных блогер Кэндис, по-моему, Овенс, такая она трампистка, значит, соответственно, тоже зачисленная в комплатисты уже автоматически стала вдруг выдавать материалы, которые, понятно же, что она не сама нашла в интернете, которыми ее, видимо, снабдили. И вот это вся некрасивая подноготная с всего движения, продвижения господина Макрона далеко не как самого первого ученика, как до сих пор об этом считалось, в общем-то, принято было говорить, а по всей практически линии продвигаемого, изначально предназначенного, взращенного, как я это назвала в одной из своих статей, птенца гнезда Ротшильдова, продвижения вот к власти, его установления и, соответственно, поддержка всей лояльной политкорректной прессы. Я много лет уже пишу и говорю о том, что в современном западном мире так называемой демократии президентов делает пресса, а не свободы выражения и не свободные выборы, о которых так много любят кричать. Ну, не просто кричать, а ведь еще, если брать в отношение, например, Белоруссии и России, то ведь любят учить, как надо рассказывать, а как мы должны. Ну, много говорим вот как-то о Макроне, бог с ним. А вот если представить, что такая бы идея была озвучена не им, а просто вот кем-то во Франции, как, в принципе, французы воспринимают саму мысль, вот это вот участие непосредственно французскими военными, уже не какими-то обезличенными войсками НАТО или там еще кем-то, а непосредственно вот своими мужьями, отцами, братьями где-то там на Украине. Как вообще эта идея вообще воспринимается? Точно так же, как эту идею воспринимает любой думающий человек, просто умеющий хотя бы частично анализировать получаемую информацию, даже в сильно урезанном виде, между ужасом, гротеском и, знаете, таким вот поначалу просто неверием, а не пошутил ли он и о чем вы вообще говорите. Потому что изначально, самую первую неделю после его дичайшего заявления были даны тут же всеми реальными военными аналитиками, а не, так сказать, болтунами на ток-шоу, специально предназначенными на то, чтобы перекричать людей, умеющих и любящих думать и говорить, о реальных цифрах, о том, что, например, та часть армии Франции, которая реально может быть перемещена пехотой на какие бы то ни было земли, это 20 тысяч человек, а реальные, я уже много раз повторяла во многих эфирах, поскольку одно из забавных достаточно уточнений, это то, что это абсолютно та же самая цифра, которая была в армии Людовика XIV, о том, что военный бюджет Франции изначально господином Макроном был, в общем-то, игнорирован по полной и с большим пренебрежением, он же начал свой первый мандат с большого скандала, с увольнения самого уважаемого во Франции очень почитаемого и очень серьезного генерала Пьер Довелье, который потребовал у него увеличить военный бюджет, не увеличившись уже десятилетиями благодаря социалистическому управлению французских социалистов, которые только делали, что разбазаривали и устраивали крупнейшую демагогию, благодаря которой мы сейчас огребаем то, что огребаем во Франции. Так вот, господин Макрон повел себя достаточно высокомерно по отношению к этому генералу и генерал подал в отставку. Это было большим скандалом и, в общем-то, многие засчитали это очень дурным предназнаменованием, что, собственно, и оправдалось, поскольку генерал оказывался прав. И амуниции на сегодняшний день у этих самых 20 тысяч солдат хватит, как считают военные аналитики, не более чем на пару недель. То есть здесь в очередной раз следует себе спросить, какой же такой пардон они смогут удержать, на каком протяжении и сколько времени. И что еще характерно, то, о чем абсолютно, о чем сходятся все мнения всех военных аналитиков, это то, что в данный момент тот опыт, который приобрела армия России на полях сражений, он в мире является уникальным, поскольку ни всемогущая армия США, ни армия Франции, ни армия любой другой страны, европейской или неевропейской, не имеет ни малейшего аналога с этим опытом. Имеются вылазки, скажем, в Саэле или в Афганистане против террористического толка. Отдельные, конкретные, короткие, но не удержание больших рубежей и непродвижение, понимаете, на какой бы то ни было территории. То есть, как выразился, я опять же цитирую это практически в каждом эфире, но лучше просто не скажешь, один из военных высокопоставленных чинов во Франции, французская армия, лицом к лицу с России, это армия мажореток, барышень. В общем-то, что к этому можно добавить? Думаю, что и нечего. Ну да, очень так, суровая оценка на самом деле. А вот вы упомянули о внутренней ситуации в стране, а насколько действительно острые проблемы-то? Мы-то вот отсюда видим, например, протесты тех же фермеров, но с другой стороны, мы же помним, например, желтых жилетов. И вся Франция, вот казалось бы, все вот, сейчас вся она перейдет во власть, чуть ли не этих желтых жилетов, но как-то все сникло. Во-первых, это очень разные вещи. Когда были протесты, вот эти протестные движения желтых жилетов, когда я сказала, что это далеко никакая не революция, что этот протест очень быстро уйдет в гудок, в пар, поскольку его немедленно разберут на составные части все леворадикальные вот эти блэк-блоки, которые исключительно вливаются в любое протестное движение для того, чтобы его дискредитировать и создать хаос. Более того, любое движение серьезное без лидеров, или когда их слишком много, или когда они заявляют о себе, как у нас лидеров нет, мы все равны. Оно обречено на провал достаточно быстро. Это первое. То, что-то произошло, все переругались между собой, даже те, кто пытался что-то сделать конкретное и выйти, так сказать, наверх, там, например, я очень хорошо помню в свое время одной из медсестер, которая оказалась одним из лидеров, предлагали даже телепрограмму ввести, так ее все остальные за ноги втащили обратно, чтобы она только не высовывалась. То есть все переругались между собой. Требования изначальные, которые были очень четкими, вот была назначена эта такса, да, на топливную, и было определенное требование, против которого люди выходят. Когда к этим требованиям начинают добавляться уже в неограниченном количестве совершенно нерегулируемые пункты, которые выполнить просто невозможно, это самый лучший момент для властей, потому что понятно, что все пошло в разнос. Именно поэтому все так и закончилось именно тем, как я и сказала. Но я была единственная, кто, так сказать, испортила всем праздник в студии, потому что, на мой взгляд, это было очень легко понятно. Франция вообще знаменита протестами, мы любим протестовать и очень много делаем шуму. А сейчас уже даже никто не вспоминает, что та самая такса, против которой выходили желтые жилеты, осталась неизменной. Но об этом уже никто не вспоминает. Что касается фермеров, это совершенно кардинально противоположная история. Это не офисные работники, которые могут себе позволить неделями ходить по Парижу, дудеть в дуделке и махать картонками. Понимаете? Это люди, которые действительно являются солью земли и собственными руками в общем-то работают на собственных угодьях. Это же такой вопрос, пока они ездят там где-то по городам, блокируют дороги и так далее, то кто-то должен работать. Вот в этом все и дело. Поэтому понятно было изначально, что правительство достаточно спокойно отнеслось к этому выпаду, зная прекрасно, что удержать оборону где бы то ни было долго они не смогут. Там был другой интересный момент. Дело в том, что обычно правительство пытается всегда столкнуть правоохранительные органы с манифестантами, как это и было с желтыми жилетами, чтобы вот эта часть ненависти и раздражения ушла на полицейских, полицию, на жандармерию, на тех, кто пытался удержать какой-то порядок. А по отношению к фермерам просто целые даже подразделения французской полиции однозначно дали понять, что они не будут сталкиваться с этими людьми. Во-первых, здесь сыграло свою роль своего рода действительно какое-то еще оставшееся незамалеванное вот этими евросоюзными кричалками уважение к людям, работающим реально на земле. Во-вторых, их положение действительно катастрофическое, поскольку уже много лет многие консервативные публицисты пытались пробиться, объясняя широкой публике, что Евросоюз разрушает национальные сельские хозяйства для вот этими всеми законами свободной торговли и что кончится все это очень плохо для всех, что в любом случае само по себе это образование оно в общем-то обречено на либо полнейшую диктатуру, чтобы удержать совершенно разные страны с совершенно разными и возможностями, и хотелками, и желаниями, и вообще намерениями в одной упряжке вот уничтожая, диктуя одним, что они должны производить и сколько, мешая, скажем, тем же французским рыбакам, заставляя их уходить на вынужденную безработицу месяцами, потому что в сети попалось два дельфина, сюда же вмешиваются совершенно бешеные вот эти нынешние экологи, которых во Франции уже называют зелеными кхмерами, по примеру красных кхмеров Камбоджи, как вы помните, где было уничтожено более 20% населения, об этом сейчас многие забыли, но по-моему об этом не стоит забывать. Так отношение к фермерам было несколько совершенно другое, поскольку само по себе это движение было много серьезнее вот этого большинства офисного планктона, которое присоединилось к желтым жилетам, чтобы каждую в общем-то выходные собираться и жарить шашлыки и рассуждать под красное вино о том, как хорошо было бы изменить мир. Сюда же наложилась пандемия, все это в общем-то смешалось в один клубок, а сейчас в данный момент все то, что выходит наружу совершенно катастрофическое образование и благодаря вот этой массивной неконтролируемой миграции, падение школьных уровень, засилие людей, абсолютно не почитающих и не собирающихся интегрироваться от принципа республики, понимаете, скажем, той же ношения религиозных символов в школьных заведениях, учебных заведениях. И с этим проблемы идут уже десятилетиями и каждое, особенно социалистическое правительство заметало это под ковер, приходили консерваторы, пытались хоть что-то сделать, как, например, тот же Саркази, их криками загоняли все вот эти ассоциации НКО, и вы знаете прекрасно, как это делается, их загоняли в угол и обвиняли во всем, чем только можно, от фашизма до шовинизма до расизма и всего прочего. Сюда же наложился вукизм, французские университеты были абсолютно гонгренированы вот этим американским веянием ваукизма, не говоря уже о том, что практически 90%, более 90% прессы это была крайне левая пресса, троцкистского типа, что все французские магистраты и даже профсоюзы магистратуры это чистые троцкисты, чистые воды, среди которых когда-то было в свое время и премьер-министр Льюнель Жоспан и все остальные. То есть все это известно очень хорошо практически всем французским аналитикам, политикам и прочим. Но вот это засилие идеологическое, которое давно уже переплюнуло Оруэлла, о котором уже в общем-то даже не стоит говорить, настолько навязло в зубах, оно сейчас выливается на головы действующего правительства одним махом. И поскольку они уже практически как в басне Крылова, вы вспомните сколько пересаживающихся в игре музыкальных стульев менялись вот эти министры. Последний министр образования не продержалась двух недель, вышла со скандалом между частным и общественным образованием, потому что большинство нормальных родителей больше не желают видеть своих детей в школах, где идут регулярные нападки не только на детей и рэкет и все такое прочее, но вплоть до, как вы знаете, трагических случаев исламизма, где профессоров, учителей убивают ножом и им отрезают головы. От Самуэля Пати до теперь эти случаи у нас практически стали повседневностью. И все это вместе надо как-то разруливать и объяснять и одновременно убеждать широкую публику о необходимости помощи Украине, в то время как помощь французским фермерам откладывается на дальний. Кого же можно как-то, хоть как-то убедить, или нужен же козел отпущения? Козлом отпущения как минимум с 2012 года на эту роль готовили русских, начиная со спортсменов к придирок, вот всяческих, понимаете, и продолжая уже до кульминационной стадии. Вот в данный момент ситуация в стране реально, реально эксплозивная. Ровно год назад, если вы вспомните, были протесты, которые в начале июня месяца, где горели пригороды, практически у нас сейчас чуть ли не через день в каком-нибудь из французских так называемых трудных кварталов происходит то же самое, пока еще не в таком масштабе. Но достаточно было бы еще одной какой-нибудь либо полицейской стычки с правонарушителями, либо любой другой провокации, чтобы все это вспыхнуло снова. Вот в этих условиях Эммануэлю Макрону понятно, что далеко не так уже очевидно, что он сможет закончить свой мандат, потому что все больше голосов поднимаются в общем-то в одном и том же направлении. Выйти из этой ситуации очередными компаниями рекламными с эффектами анонса, которые так никогда ни к чему не приводят, уже не получается. С фермерами уже не получилось. То есть фермеры отступили, ну как я говорю, но еще не сказали свое последнее слово. к Олимпийским играм уже объявили забастовки транспортные рабочие. Кого обвинять во всех делах, как вы понимаете, уже прошла министром внутренних дел, прошла информация о том, что если будут перебои с транспортом во время Олимпийских игр или какие-то хакерские атаки, то знаете, изначально это русские. И это даже уже не смешно, это не анекдот. То есть ситуация тупиковая. Это называется агонией и практически что бы ни делал и ни говорил в течение вот уже, ну наверное, я бы это сказала последних четырех недель Эммануэль Макрон, ему уже никто не верит. Если, допустим, вы говорите, что он не сможет доработать, ну давайте так выразимся, до той даты, которая положена по закону, то и возможно какие-то изменения. Это изменения просто Макрон на кого-то либо же все-таки более серьезные изменения. Ну, либо это как-то, что называется импичмент, либо это распуск национальной ассамблеи, а сейчас уже все произведенные на сегодняшний день опросы, даже самые поверхностные, показывают, что если бы это произошло, Марин Люпен, партия Марин Люпен и Жордан Барделас проходит в первом туре. Сейчас все озабочены исключительно выборами в Европарламент. Уже понятно, что лидировать будут суверенистские партии, то есть фактически то, к чему мы пришли изначально, когда создавался Евросоюз, я напомню, что по референдуму французы сказали нет, их тут же, знаете, как в фильме про Минхаузена, мы дружно захотели бы быть мужем и женой, мы дружно сказали нет и нас тут же обвенчали. То же самое произошло с Францией, вот с введением в этот Евросоюз и было понятно, что в результате все-таки национальные партии для каждой страны, потому что у каждой страны, как вы понимаете, свои интересы, что все это не могло закончиться иначе, нежели вот тем, чем это все закончится в европейских выборах. Поэтому сейчас вместо того, чтобы реально как-то пытаться что-то изменить в стране, действующее правительство пытается исключительно удержать пар пока еще, хоть надеясь хоть на что-то, но ничего реально не меняет. То есть, как вы понимаете, если у скороварки не выпускать пар, кончается это все однозначно. И то, что все левые партии Франции одним блоком дискредитировали себя достаточно серьезно во время событий 7 октября в Израиле, практически поддержав террористическую группировку, держащую в заложниках, можно сказать, весь палестинский народ. И это означает, что практически рейтинг всех этих партий с копом практически равен Плинтусу. Поэтому однозначно понятно, что вперед будут выходить именно суверенисты, которых сейчас третируют от фашистов до шовинистов. Нужно хорошо понимать, что то, что сейчас во Франции упорно пытаются называть крайне правыми партиями, это самые обычные консерваторы с теми же самыми замашками и с теми же самыми претензиями, которые, скажем, вот мы с вами можем спокойно разделять, поддерживая, скажем, политику того же Владимира Путина. Те же ценности, те же так называемые, как их сейчас всячески пытаются унизить, традиционные ценности и все прочее, это самые обычные консервативного толка политики, которых пытаются демонизировать изо всех последних сил. но другое дело, что кто бы не прошел и кто бы не вышел, ситуация уже настолько загноилась, что я не думаю, что демократическим путем еще что-то можно изменить. И в плане Евросоюза, где недавний скандал с так называемой системой Frontex, это охрана европейских границ, откуда подал вас в отставку ее директор Ле Джерри, который совершенно откровенно рассказал, что он давно понял, что практически никто не собирается охранять европейские границы, что весь Евросоюз, цель Евросоюза это именно заполонить Европу, вот тот самый термин, который еще был запрещен несколько лет назад, за который журналистов и политиков таскали по судам замещение населения, заполонить Европу, этой нелегальной миграцией, просто задушить ее полностью абсолютно серой массой, без все практически усилия телодвижения Евросоюза направлены именно на это, все новые проекты, например, о национальных историях, что надо менять все евросоюзные учебники по всем странам, чтобы одна единая история как-то связывала воедино вину белого европейца пожизненную, не без каких бы то ни было, знаете, нюансов, а вот согласно прямо хижине дяди Тома, упрощение полное, белый европеец всегда виноват, все остальные всегда правы, чтобы не было национальных историй, чтобы не было национальных героев, чтобы вообще какого-то чувства гордости за какую-то определенную нацию, за свою историю, за своих героев и за своих великих людей, вот это все должно быть затушевано и выметено, понимаете, выплеснуто постепенно, но верно и четко. Вот все это идет к тому, чтобы вот эта беспробудная серая биомасса потребляла сколько от нее требуется и работала за гроши, насколько это будет нужно потреблению. То есть сама вот эта цель, она уже очевидна даже тем, кто изначально достаточно с большим воодушевлением смотрел на создание Евросоюза. Ну, как думаете, вот вы говорите о том, что во Франции, например, сейчас, вот эти партии, которые выступают за суверенитет в разных его формах и восстановление, возможно, уже, так говорится, о восстановлении суверенитета, они действительно популярны и набирают популярность. Вообще, Европа имеет шансы еще сохраниться в своем европейском многообразии, а не вот в той самой непонятной аморфной структуре, где которые постоянно сотрясают какие-то коррупционные скандалы, и каждый из них все более поражается своим масштабом. Да, если вы хотите мое мнение, я думаю, что демократическим путем, вот как это делается, реформами какими-то, любыми, даже самыми резкими, на той стадии, на которой мы сейчас находимся, изменить уже ничего нельзя. И никто из, даже если завтра вдруг распустят национальную ассамблею у партии, и у власти окажется партия Журдана Борделла Марин Леопен, что-то очень существенное, то есть, конечно, будут какие-то ощутимые завинчивания гаек, но что-то очень существенное при той массе накопившейся по инерции вот этих промытых идеологии мозгов сделать сейчас будет очень сложно. То есть, выхода у Европы, во-первых, никто из суверенитских партий открыто не говорит о выходе из Евросоюза. Это ни в коем случае делать нельзя, поскольку это будет автоматически означать для вас конец любой политической карьеры. То есть, здесь всех держат за горло просто вот французским фермерам внушают, несмотря на все цифры, что если вы выйдете из Евросоюза, все, сельское хозяйство Франции будет закончено, у вас не будет больше дотации, в то время как если элементарный подсчет показывает, что Франция отдает больше дотации, ежели бы она не давала это в Евросоюз, ежели получает это от Евросоюза. Но здесь, как вы понимаете, всем всего не расскажешь. Людей просто, вы знаете, теперь просто воротят им страшно, им страшно. Вроде как мы уже привыкли и приспособились, а что будет, если все это порушится и как оно произойдет? Поэтому, на мой взгляд, отвечая на ваш вопрос, я думаю, что демократическим путем и мелкими реформами, учитывая, что будет колоссальное противодействие, как это было всегда, когда консерваторы пытались сдержать вот этот нескончаемый поток, закрикивание и обвинение в фашизме, расизме, национализме и прочих в шовинизмах, были настолько сильными, как вы понимаете, громче всего кричит вор. Поэтому и вся пресса, которая просто в узде была у этой политкорректности и не давала проходу малейшему, вот хотите конкретный пример, вот приходил Саркози, который пытался как раз расчистить вот те самые горящие сегодня трудные пригороды, пытаясь малолетних преступников, которые совершенно свободно гуляли на воле, понимаете, вот шаг назад, шаг вперед, два шага назад. И это будет каждый раз. То есть любые какие-то более-менее серьезные реформы, которые будут пытаться проводить, скажем, те же правоконсервативные политики, те же суверенистые, пытаясь сдержать вот эту неконтролируемую миграцию, которую подспудно снабжает и, в общем-то, спонсирует сам Евросоюз, будут заулюлюканы лево-гашистской прессой как убийцы роты человеческого. Поэтому что здесь можно сделать? Кроме как, я не знаю, действительно то, что нас всех ждет, это вот очередное, видимо, военное вмешательство и хорошая такая, знаете, серьезная просто хунта, чтобы каким-то образом, вот как в Сальвадоре, сейчас очень много говорят о наркодилерах в Сальвадоре, поскольку французские города Марсель, Нант и некоторые другие уже являются зонами абсолютного беззакония, где ни полиция, ни армия ничего не решают. То есть фильм Люка Бессона, вот вы рассказываете, мне вспоминается фильм «Тринадцатый район», это вот так вот все? Это хуже, а если вы не знали, то фильм Люка Бессона, который, кстати говоря, был такой очень левонастроенный взглядов, снимая свой фильм вот в этих трудных кварталах, попытался сделать хорошее и доброе светлое дело, призвав, так сказать, местное население и братков, так сказать, и вот всех вот этих несчастных, как ему казалось тогда, и затюканных, в общем-то, мигрантов и полумигрантов и людей, так сказать, вот такого социального ранга, как это называлось, его съемочную группу в первую же неделю раздолбали, разбили все абсолютно машины и материал разворовали, и, в общем-то, так себя по отношению к нему повели, что он просто-напросто сник и уехал из того первоначального квартала, где он собирался все это снимать. Я не знаю, какие он уроки из этого вынес. Знаете, очень тяжело, достаточно легко быть диванным благодетелем человечества, и это совсем другое дело, когда вы идете на репортаж именно в то пекло, которое вам так хочется защитить. Я почему вот спросил именно вас, человек, который учил во Франции уже много лет и уже очень тонко чувствую, что это видно, чем живет собственно общество и как оно все это переживает, а будущем всего Европейского Союза, потому что ну ведь Франция и Германия были в основе этого всего. Это было все задумано и осуществлено американцами. Это очень интересно, кстати, читать. Есть такой, был такой американский дипломат, ну как и все американские дипломаты, соответственно, не только дипломат, его, мы назвали Логан, у него была жена француженка, которая написала очень интересную книгу, которая называлась, по-моему, «Все время в дороге». Они там жили регулярно, привносили американскую демократию от Ливана, потом даже в Советском Союзе побыли, во Франции, в Бельгии, не помню. И вот она очень интересная и совершенно, знаете, наивно описывала создание, как раз они участвовали в этом, вот этого самого Союза, те самые баснословные зарплаты самым первым чиновникам, которые были и предназначены на то, чтобы весь этот вот, всю эту структуру обслуживать и закреплять, а структура была предназначена исключительно для Соединенных Штатов, чтобы было куда сбывать товары, чтобы, в общем-то, это все служило именно под эгидой великой американской демократии, от которой уже осоловел полностью целый мир. Это очень интересно вообще прочитать, потому что они сами в это верили. Они реально верили, что они несут демократию и что все должны быть безмерно счастливы. Вот именно от их, будь то на Ближнем Востоке и то, что какие-то там трибальные общества не подходят, им не подходит вот этот вид демократии, они этого реально не понимают. Они не понимают, как можно не восторгаться и как можно, в общем-то, что-то такое критиковать. То есть, сам по себе Евросоюз просто-напросто служил такой, знаете, сырьевой базой Америки, чтобы циркулировалось, чтобы ее рынок всегда работал как швейцарские часы. Все-то в механизме этих часов явно пошло не так и очень сильно. Почему? Потому что два государства основных того самого Евросоюза, Франция и Германия находятся в жутком кризисе. А это был самый страшный вообще, самый страшный сон для американцев это союз дружественной Франции, Германии и России. Это то, чего хотела Деголь. И это самый страшный сон американцев. То есть, все силы были направлены именно на то, чтобы не дать вот этим трем странам не то, что там воссоединиться, а просто иметь нормальные отношения. Потому что это означало реальный противовес, реальный, такой, знаете, бинарный, самый такой неоспоримый противовес всем американским силам во всех отношениях, от экономики до политики. Очень многие люди сходятся во мнении, что Евросоюзу в том виде, который он есть сейчас, жить осталось совсем недугой. На мой взгляд, это было предсказуемо изначально. Практически, если вы посмотрите всех евроскептиков, которые изначально высказывали сильные сомнения, то речь шла именно об этом, что это принцип Вавилонской башни. Она не может долго существовать. Весь вопрос, как избежать, я бы сказал, какой-то большой войны в Европе. Лично мое мнение, никого не ангажируют. Уже было понятно изначально, что с Россией, я это говорила, писала и повторяла, и могу повторить только сейчас еще раз, с Россией по правилам играть не будет никто. То есть, у нас просто нет другого выхода, как добиться вот этого второго неургенского процесса и ткнуть носом во все то, что до сих пор так, знаете, оловянно, я бы сказала, и высокомерно игнорирует коллективный Запад, как то, с какой стороны летят снаряды на Запорожскую ОС, кто кого бомбит, кто кого, кто начал конкретно и в чем собственно суть и что это за 12 американских лабораторий, построенных по периметру бывших советских границ, о которых написал New York Times совсем недавно и которые с большим трудом пробились, в общем-то, информация, которая пробилась таки во французскую прессу и задала большие вопросы, как же так, это же было за 10 лет до начала и чем они вообще там занимались, а когда представительство России его, он неоднократно пыталась представить материалы и добиться их рассмотрения, на все это смотрелось, как вы понимаете, то есть я говорила изначально, у нас, к сожалению, нам не оставили выбора, у нас единственный, если, конечно, не будет каких-то подспутных торгов и в выговорах, чтобы не потерять лицо совсем коллективному Западу, нам просто придется пойти до конца, чтобы ткнуть носом в Новый Нюрнберг вот всех тех, которые до сих пор отрицали совершенно очевидные, и, конечно же, здесь нельзя не подумать о всех тех заложниках, людях, нормальных людях, которые остаются на Украине до сих пор и вынуждены вот это все претерпевать, дожидаясь реального освобождения, о котором-то с такой, знаете, усмешкой пытаются говорить вот эти совершенно зашоренные и потерявшие абсолютно уже даже просто человеческий облик, я бы сказала, знаете, как все предатели всегда очень плохо кончают, а ведь по сути предательства. Ну, да, видите, как очень многие политики говорили, когда вот началась СВО, что сейчас такое время, когда все сбросили маски, и это на самом деле вот это хорошо, потому как особенно постсоветские страны, Россия, Беларусь в том числе, а Украина вообще, я имею в виду сейчас общественное сознание, все это время пребывали в какой-то такой, ну, в розовых очках смотрели на тот же Евросоюз, на ту же Америку, всем почему-то казалось, что там вот все блага мира, ну, или как по выражению Барреля, райский сад, относительно недавно введенный в оборот, такая формулировка, и люди реально в это верили, начинается, ну, сознание, что не все так, точнее, вообще не так, и никто с вами на равных там не собирается разговаривать, как мне понравилось выражение одного из коллег, мы для них еда. Вы знаете, это все психологически очень объяснимо, как я всегда говорю и повторяю, в Советском Союзе было много плохого и много хорошего, это не стоит ни демонизировать, ни идеализировать, просто взять то, что хорошее можно, и сохранить в том виде, в котором сейчас формируется та же Россия, совершенно другая формация, но вот эти поколения, скажем даже моё, да, я 65-го года рождения, то есть мы семидесятники, в общем-то, были воспитаны вот в этом, знаете, с фигой в кармане полудиссидентстве, непыльном таком диссидентстве, мы уже, соответственно, даже родители наши уже не знали и не помнили, кто, где там, какие были сталинские репрессии и всё такое прочее, мы уже достаточно свободно читали, что хотели, если что хотели, какие-то были страшные дефициты, не очень страшные дефициты, но всё было нормально, светлое, нормальное, приличное детство и какие-то определённо неприятные моменты, да, с чисто с тоталитарным, скажем, уклоном, которые были достаточно неприятны, что вас там опрашивали на выезд за рубеж, какой, как зовут, скажем, представитель республики Уганда. Это было само по себе гротескно, по-идиотски, но не смертельно, скажем так. Но вот все вот эти застоявшиеся сегодняшняя русская оппозиция, она была настолько пропитана вот этой абсолютной бездумной уверенностью, что Запад всегда прав. И что, чтобы какой бы, что бы ни происходило в России, как бы она ни изменилась, откуда бы она, с каких бы колен она ни поднялась, она всегда будет ниже, хуже и, соответственно, не права по всей линии. Им настолько вот ломили вот эти некрепкие мозги, потому что если вы рассмотрите всех лидеров российской сегодняшней оппозиции, вы прежде всего поймёте, что среди них практически нет, извините, ну ни одного умного, реально умного человека. Реально умного, воспитанного, образованного, со вкусом и умеющего просто даже не то что себя вести, но себя подать на какой-то интернациональной сцене. То есть это всё не случайность. Понимаете, все эти болтуны с эхо Москвы, полупрофессионалы, делающие какие-то сногсшибательные и абсолютно ну я даже не знаю профессионалами, это не назовёшь профессиональным, но это вот вообще ни в какие рамки не лезет то, что называется вот этой «свободной» в кавычках прессой, но они настолько верят фанатично, само по себе это уже даже неинтересно в общем-то серьёзно разбирать, потому что как вы не будете объяснять четырёхлетнему ребёнку, что такое хорошо и что такое плохо, на уровне высокой политики. Вот то же самое вся российская так называемая оппозиция сегодня в изгнании, в раздербании выглядит, мягко говоря, весьма непрезентабельно. И здесь, на Западе, это очень хорошо понимают. И сколько ещё денег и времени в это будет вложено, большой вопрос. Это совсем не... Я думаю, будет, потому что ну хотя бы если взять посмотреть, как относятся к белорусской оппозиции, которая просто раньше... Процесс-то начался раньше, да, и они раньше, что называется, убежали, до сих пор финансируют. Да, может быть, не в тех объёмах, естественно, когда от них хотели вау, но уровень жизни им поддерживают. Значит, для чего-то их всё-таки сохраняют. Точно так же, я думаю, будет и где-то с теми, кто называет себя российской оппозицией. Но столоваться будет всё сложнее, это я вам точно могу сказать. Посмотреть, что там происходит, там как раз борьба вот за то, чтобы столоваться хоть чуть-чуть получше. Вот и всё. И это ждёт, я уверен, и тех, кто сейчас, ну как у нас в Беларуси говорят, беглые, да, ну и вот таких же российских беглых вариантов у них немного. Релаканты. Ну, давайте так их назовём, суть не поменяется. Спасибо вам большое, Елена, за этот разговор, за ваши рассуждения, оценки. Было очень интересно. Спасибо за приглашение. В Минске побывала. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!